Привет, друзья! С Новым Годом! Поздравляю! Желаю вам больше счастья и больше здоровья в этом Новом Году. Я, конечно, хочу в первую очередь извиниться перед теми, кому я не мог достойно ответить на поздравления, потому что... Ну, поймите, ситуация простая. Новый Год, как говорится, семейный праздник, звонки бесконечные, поздравления, поздравления. Я перед всеми извиняюсь, потому что, ну, не могу я ответить в этот момент. Ну, поэтому я с извинением сделаю вам подарок. Новогодний подарок, который будет называться... Ну, регулярно мы проводим бесплатный или без такой, а этот будет называться удивительным названием таким. Райский молодильный марафон. Найди свой бег. И вот сейчас я вам объясню, почему, например, скучно читать сухие, умные тексты. Это очень важно понимать, потому что, когда сухой текст какой-то читаете, самый умнейший, например, или слушаете, то получается, что текущие эмоции, они сбивают внимание. И поэтому, в принципе, вообще корень стресса... Мы вообще-то этим марафоном закроем проблему стресса. Вот вы увидите. И помолодеем. В Новом Году все будем моложе. Все будем здоровее, потому что это будет удивительный марафон. Это значит, что найди свой бег, и мы говорим райский и молодильный, в том смысле, что мне как-то марафонец сказал, беги, надо найти свой бег, то есть свой ритм. Когда ты бежишь, если ты войдешь в этот ритм, то у тебя происходит, это я уже говорю как психофизиолог, как согласование текущих процессов эмоциональных, умственных каких-то и телесных. Вот эти движения нашел свой бег. Но тот же самый корень стресса вообще-то лежит в большом противоречии, который создает внутреннюю несогласованность между психическими и физиологическими процессами. Например, ты сидишь и переживаешь, или стоишь и переживаешь, а тебе в это время хочется врезать кому-то. Ну, то есть нет соответствия между твоим текущим состоянием и действием. И поэтому вот этот марафон, он короткий, это я просто сделаю за одну встречу. Ну, он так называется, марафон, потому что кое-кто сойдет с дистанции. Ну, не просто сойдет с дистанции и будет так просто и пассивно наблюдать. Нет, он в этот момент как раз будет восстанавливаться. Будет восстанавливаться тоже по определенному алгоритму. То есть в большом смысле никто с дистанции не сойдет. Но одни сойдут, потому что им надо восстановиться. А этот марафон покажет, у кого какие проблемы. Это тест такой, это фильтр такой. А другие будут продолжать это действие, те, кто будут продолжать действие, на которое называется моделирование. Они вот выйдут на такое состояние комфорта и безмятежности, когда суета мысли сменяется вот этим вот развитием человечности в человеке. Потому что стресс на самом деле ограничивает объем оперативного внимания. Поэтому и скучно читать сухие тексты, потому что эмоции все время сбивают текущие. Поэтому нам всегда хочется развлекательных каких-то моментов. Потому что приходится бороться с самим собой и напрягаться. А эмоции же у нас. А вот вы, допустим, научитесь отключать эмоциональное сопровождение текущим мыслительным процессом. И у вас откроется объем внимания. Откроется, и вы сможете делать то, что необыкновенно важно и нужно для того, чтобы делать изобретение. Для того, чтобы делать открытие. То есть освобождаться от ограничителей, от этих блоков, от этого страха, комплексов, стереотипов, шаблонов мышления и авторитетов и выходить на свое «я». То есть именно на свое само «есим», «я-есим». Да, я вам покажу, как это делается. Этот марафон будет просто чудесный. Но он на самом деле будет, условно говоря, волшебным. И там будет все построено на моделировании. Ну вот смотрите, стресс от чего возникает. Вот ты переживаешь о чем-то, а ты в это время... У тебя в организме возникает адреналин. У тебя сердце колотится, у тебя дыхание меняется, а ты в это время сидишь неподвижно. Вот это несогласованность. А моделирование на этом марафоне, это как раз-таки ты сопровождаешь текущие мысли и образы, и эмоции действиями, которые в этот момент хочется сделать. Я вам покажу, как это делается. И вы вдруг увидите, что за одну минуту буквально вы моментально снимаете стресс. И у вас появляется состояние такое, ну такое прекрасное состояние, когда вы из исполнителя, из человека, который вот должен бороться с самим собой, преодолевать барьеры, страхи и всякие. Будете выходить на человечность, человечность себе. Это один элемент будет к созданию науки человечности. Относитесь к себе в этот момент как к творцу. И в этот момент у вас появляются возможности думать о самых разных вещах одновременно. Это большой объем внимания. Это когда вы можете думать о самых противоречивых вещах, которые вы переживаете, обдумываете единовременно. И выходить на какую-то такую точку зрения, с которой это противоречие. Уже не противоречие. Таким образом вы открываете для себя что-то новое. Это очень интересно. То есть это основано на моделировании. Это будут действия, которые сопровождают ваши мысли и эмоции. И вот за счет этой согласованности, за счет этой гармонии между умом, вашим сердцем, условно говоря, и вашим телом, а по науке, сказать, согласование между психическими и физиологическими процессами снимает стресс автоматически, и возникает чувство целостности. И так вы учитесь потом регулировать так свое состояние уже без этих упражнений. Это очень интересно. Итак, скоро мы объявим, скоро мы объявим, это будет перед нашим мозговым штурмом, перед мозговым штурмом, вот этот райский молодильный марафон. Это у меня вам подарок всем в порядке извинения, что я не смог ответить на многочисленные поздравления в момент именно 12 часов, когда исполнился Новый год. Но я это сделаю от всей души, чтобы вы были молоды, здоровы, любили друг друга, были счастливыми в этом Новом году больше, чем раньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова